всем привет зрителям подписчикам канала вы на канале телемастер 222 обзор хочу показать вот это пальто наверно сороковых годов можете раньше может позже я точно что может подскажет пальто штирлиса наверно вот такое кожаное но кожа толстая весит килограмм от 4 даже одевать или снимать даже так как-то неудобно как раньше люди такие носили ну конечно это раньше был дефицит это под заказ делали то что в то время наверно не купить было покажу вам полностью обзорчик я сейчас сниму его делаю обзорчик на такое пальто можете пальто нквдшника даже пуговицы расстегнуть очень туго но оно еще сохранилось в таком состоянии сейчас не найти делаем обзорчик на него кому интересно сохранилось очень хорошо вроде не заношено в общем скажу эту историю про это пальто как он мне попало но не появилось 2000 еще восемнадцатом году когда я поехал на заявку нам не было вот это одета было осенья погода моросять и дождь я решил одеть свое старое пальтишко вот такое куплено но где-то 85 86 год по моему 4 86 рублей не помню это так вот этим от 80 до 90 можно сказать ценник его был наружу этой фабрики наверно нету магнитогорская швейная фабрика вот ему столько лет более 30 лет она ничего даже нигде не протерлась не облезло так-то качество было также он тоже имеет утеплитель вот такой я один раз осенью в нем упал под дождь с другом друг насквозь промок я сухой остался в этом пальтишке это будет о 90-х годах вот это качество не только сейчас китайцы продают такой вот обзорчик это в общем нашел производство такой не тяжелая как то то на раза три вот это у нас тяжелее видите как сохранилось скорее всего может не носили его тут немножко нюансы есть видно будет чуть-чуть может немного его носили вот так супер такой подклад там тоже какой-то утеплитель такой еще ремешок есть тут ничего-то кожа супер просто не знаю это наверно кризис его поэтому фасон это где-то такие фасоны могли быть тридцатые сороковые годы и десятые годы ну где-то посмотрим задома как выглядит пальто штирлиса или нквд шника можно сказать такое все супер как новенькая блестит карманы ну конечно его не ношу меня убрали раза два по моему на видеосъемке или на фотосессии там брали это пальто у меня в общем в общем где-то восемнадцатый когда не его клиент отдал когда пришел в своем пальте он говорит нет там ездит типа такое же старое и повисит без дела ему его с города как лица привезли и он меня его подарил как лица ему оно не нужно ему малое как лица вот без дела у него несколько лет висел в шкафу когда вот у меня увидел то спросил вот этот который у меня из кожезаменителя таких годов я думаю на годах восьмидесятых казалось он там где-то ягод еще гостаре есть на роге 40-х или 50-х вот не подарил как лица это пальтишко также не днем какую-то съемку делал там человек писал продай вот это не продается поищите на авито на авито такое тоже наверно час не найти там находила подобное что пишет там сороковые довоенная послевоенная может быть там пишут продают там такие уж очень сильно поношенные потертые сетом обтертые еще там за такие большие деньги продают здесь состояние почти как нового можно сказать на четверочку это вещь не продается как для своей коллекции оставил вот для съемок лишь о каких-то целей даже у нее есть вот такой диктофончик штирлиса кто знает это электрон 52d подобное пальто еще расскажу одну историю я покупал ну хоть не подобно уже покупал современно девяносто втором году я покупал пальто индийского производства в москве на в днх где-то полгода носил и потом пальто поменял на автомобиль запорожец запорожец был выпускать девяносто первого года 30 лошадиных сил вот просто люди за такими вещами то время гонялись плач там пальто типа вот мне когда было надо было машиной с удовольствием тогда кожаную плач поменял на машину за 968 белого света был как лица вот такой вот обзорчик пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал телемастер 222 на этом все